Большое спасибо Вообще Бог все может Но мне кажется Он отказывается Как бы вламываться Вторгаться В твое личное пространство Если ты его отторгаешь Мне кажется Если мы любим человека Или уважаем человека Мы уважаем его личное пространство Мы не будем вторгаться Мы не будем навязываться В отношения Так и Бог Его любовь Его Наверное не побоюсь сказать Мечта Вообще быть с нами Быть с людьми Как я сказал Он отказался жить В одиночестве Окруженный ангелами Беззаботностью Абсолютной покорностью Небесных духов И всяких других созданий Нет Он захотел Как и мы В принципе Сочетаться С человеком Понимая Что это отдельная Личность Со своим характером Претензиями Определенными А значит Сложностями Вот казалось бы Зачем нам вообще Создавать семьи Жить Самим Но Бог сказал Нехорошо быть человеку Одному И сказал это в раю В идеальных условиях И почему же Человеку Не хорошо Одному Когда никто Его не напрягает Не усложняет Его жизни Когда он сам Себе хозяин Волен Почему же ему Не хорошо Потому что Человек Создан Чтобы любить Как и Бог Есть любовь Так и человек Создан Чтобы любить И как я уже говорил Меня может любить Весь мир Но я при этом Буду одиноким Но если я люблю Хотя бы одного Человека Я становлюсь Счастливым Вот так все И устроено В жизни И ты любишь Его А он тебя Обижает И ты глотаешь Слезы И ты себя Преодолеваешь И ты ищешь Ключики К его сердцу Но все равно Ты Вместе с ним Потому что Без него Тебе плохо Значительно Хуже Чем с ним Вот читаешь Книгу Песни Песней Однажды я читал ее И там вот Описываются Вот эти отношения Между Двумя Любимыми Людьми И Есть там Такое Интересное Писание Где она Просыпается И ищет Его А его нет А он ушел И Она бежит По улицам Ночного города Спрашивает У Военных людей У страж Вы может быть Его видели И они Они смеются Над ней Унижают Ее Ну Говоря по-нашему Да он тебе нужен Сто лет Да че ты унижаешься Да найди себе Другого Да чем он особенный Твой возлюбленный Шо ты в нем Нашла Ты заслуживаешь Большего И вопрос вообще Не в этом А вопрос в том Что она Несчастна Она говорит Если вдруг Вы его встретите Передайте ему Что я умираю Я изнемогаю От любви Мне плохо Вот как интересно Устроен наш мир Человек Который любит Вот он И страдает Однажды У многодетной мамы Спросили Кого из Девятерых детей Она любит Больше всех И она назвала Имя самого Непослушного Ребенка Заплакала И сказала Куда-то ушел Где он Сейчас бродит Что он ест Где он спит Вот это вот Тайна любви Вот это вся Мистика Когда Ты живешь Жизнью другого И это многое Объясняет В характере Бога Нашего Бога Которым мы говорим Это многое Многое Объясняет И в Богословии В целом Потому что Мы можем По-разному Объяснять Некоторые тексты Писания И вообще Все объяснять И я понимаю Ответственность В данном случае Свою ответственность Когда я Пытаюсь Что-то Объяснять Здесь В пятницу Мы говорили О важности Веры Веры Как формы Отношений С Богом Сегодня утром Я проснулся И там Перечитал Некоторые комментарии Под моими Постами В социальных Сетях И один человек Я не знаю В какой религии Он принадлежит Но он Говорит Вам не стыдно? Вам не стыдно? Вы рассуждаете О религии А чувствуется Что вы не религовед Вы слабо Разбираетесь В религии Я ему пишу Ну насчет того Чтобы было стыдно То не стыдно Я рассказываю О том Что Бог Делает В судьбах Людей В моей тоже А вот В отношении Религии Вы правы Я там Не очень Разбираюсь Вот Как в принципе И Бог Наверное Мало его Интересует Это наука Религия Так вот Я считаю Что Бог Всегда Предусматривал Веру Как форму Отношений Доверительные Взаимоотношения И мы все понимаем Что отношением Свойственно Развиваться Или умирать Мы живые люди И мы Доказываем Свою верность Она со временем Либо Вот Утверждается В нас Либо Мы начинаем Подозревать человека Или бояться Человека Или Или не верить Человеку И так и Бог Особенно Бог Вообще Бог есть Дух И построить с Ним Отношения Непросто И Пойти Навстречу Человеку Очень даже Непросто Крайне Непросто Если нам Между людьми Вот Одинаково Достаточно Социального Уровня И то сложно То что говорить О Святом Боге Чтобы построить Настоящее отношение С обычным человеком Таким как я Это очень сложно Я где-то читал Что в Индии Вот Представители разных каст Даже не женятся И не общаются Они абсолютно Отторгают Друг друга И Двое молодых людей Где-то была статья Полюбили друг друга И они Состояли в разных кастах И И родственники Пытались их разлучить Но они сбежали Из одного штата Где-то в другой штат И Их нашли И убили Родственники Убили Чтобы просто разлучить И не допустить Этого позора Для одного И другого родства И я подумал Надо же Даже обычные люди С одной культуры Не могут Принять друг друга Только потому Что они Принадлежат Разным кастам Что же говорить О Святом Боге Как он может Вступить в завет С человеком Вы когда-то Об этом размышляли Вот мы смотрим На молодых людей Скажем На свадьбе И как бы рассуждаем Так в полголоса Да А мне кажется Они не пара Что мы вкладываем В это понятие Ну не знаю Мы ищем Каких-то соответствий И по возрасту И по внешнему виду Может быть там По образованию По благосостоянию Я не знаю По интеллекту Но мы Поруемся даже Чтобы как-то Соответствовать Чтобы это не принизило Мой статус Чтобы человек Который стоит Со мной рядом Был в определенном смысле Достоин меня И я был достоин его А представьте себе Бог Вот как ему Преодолеть все это Как ему Опуститься на наш уровень И Вступить в завет С человеком Ведь Когда мы вступаем В завет У нас становится Все общим Все общим Потому в послании Кевриям написано Что он не стыдится Называть нас Братьями Мы иногда Стыдимся Даже сказать Когда у нас спрашивают Это ваш? Ты смотришь Наш Но делаешь вид Что первый раз Его видишь Бог Вступает в завет С человеком Будучи совершенно Святым Не имеющим Никакого порока Вы нигде не встретите В Библии Даже одного выражения Что Бог Познал зло У Бога вообще Нет опыта зла В нем нет Этого Внутри Он благ И никто не благ Как только один Бог И Посмотришь на человека Нет делающего добро Нет ни одного Все совратились До одного Негодны Никто не ищет Бога Третья глава Послание к римлянам И к галатам К римлянам И И все равно Бог идет Навстречу человеку И все равно Он ищет точки Соприкосновения И все равно Он говорит Моисею Построй эту скинию Посреди этого общества Я хочу быть Между вами Где-то Найдите мне здесь место Расчистите площадку Вот здесь ваши шатры А здесь мой шатер Потом Зовет Моисея Говорит Убери мою скини отсюда Мы слишком сблизились Я все слышу Что эти люди Говорят в своих шатрах Я слышу Как они ропщут Я слышу Как они меня подозревают Как они меня обижают Мне больно Я не ручаюсь За последствия Я могу разгневаться Что я для вас Еще не сделал Удали меня Из этого общества Поставь мой шатер За вашим станом Если кто-то захочет Меня искать Пусть ко мне сам приходит Моисей выносит Этот шатер За пределы стана И Бог там встречается А люди выглядывают Своих палаток О, облако опустилось О, опять Моисей пошел Опять что-то говорят Я вот когда размышлял Над этим Мне показалось Что вот Есть такая аллегория Между Богом и нами Как вот солнце По отношению к земному шару Ты его приблизишь Чуть-чуть ближе И земля сгорит От температуры Ты его отдалишь Чуть-чуть Совсем чуть-чуть дальше И земля превратится В ледники Вот все Что делает Бог Он как-то вот балансирует Он приближается К человеку Хочет быть ближе Но сущности наши Настолько разные Что это не позволяет Нам сближаться И только отдельные люди Могут зайти на гору Потому они вошли в историю И там быть в присутствии Божьем И когда он спускается С горы Этот Моисей Люди не могут смотреть на него Я раньше думал Что его лицо Буквально светилось Как лампочка Потом однажды читал И Господь мне показал Нет Он просто светился Чистотой Он светился Святостью Они просто не могли Смотреть в его глаза Потому что В присутствии Бога Там только свет Там честно все Там все открыто Там ничего нельзя спрятать И Моисей находился Там довольно долго Это как ребенок Провинившийся Смотрит в глаза матери Она так и говорит ему Смотри мне в глаза Посмотри мне в глаза И ты не можешь Посмотреть в глаза Не можешь Вот как-то не можешь И все Если ты виноват Мне кажется Такие люди Не могли смотреть В глаза Моисея Не могли Вот не могли И вместо того Чтобы сблизиться С Моисеем Вместо того Чтобы разрыдаться Сказать Моисей Помоги нам очиститься Они сказали ему Накрой свое лицо По нашему сказать Отверни свои глаза Не смотри так Потому вот Когда мы говорим Об этом сближении Бога и человека Это процесс Длиной жизни Мы всю жизнь Боремся Со своими страстями Со своими Похотями Со своим эго Чтобы Насколько возможно Сблизиться с Богом Ну вот мы сейчас О Боге говорим Как о личности Но все-таки Писание говорит Что это дух Вездесущий Одновременно Присутствующий Везде Одновременно Способный Вступать в диалог С миллиардами людей Все цело На все сто процентов Отдавая себя Этому непосредственному Общению Здесь же Одновременно С другими людьми На других Континентах Частях земного шара Он может Точно так же Безраздельно Себя отдавать Вниманию Отдельного человека Это возможно Только Богу И уже Наша емкость И наш интеллект Уже его не воспринимает Мы уже Понимаем Что мы ограничены Даже в том Чтобы объяснить Этот один Феномен В личности Бога И потому Когда Господь Строил отношения С падшим миром С человечеством Он Этот Вот Вот эта наша История Цивилизации Она разделена На три таких Очень Ярко выраженных Периода Первая часть Это Бог Говорил К отцам В пророках Вот такая Была форма Взаимоотношений Были пророки Великие пророки Которые Представляли Бога Волю Бога Голос Бога И люди Их Понимали И Относились К ним Определенным образом Потом Был период Когда Бог Говорил Сыне И Как Я цитировал Павла В пятницу Вечером Великое Благочестие Тайна Бог Явился Во плоти Это Конечно Ну Шаг Серьезно Навстречу Но Оказалось Это Значительно Сложнее Чем Тот Предыдущий Период Когда Бог Говорил В пророках Потому Что В Сыне Человеческом Необходимо Было Разглядеть Сына Божьего Это Оказалось Неподъемной Задачей Это Оказалось Настолько Сложным И В этот же самый Момент Принципиально Важным Чтобы Люди Могли Каким-то Образом В Одном И Том же Человеке Или в одной И той же Личности Увидеть Бога Божественную Личность Это Оказалось Очень Сложным И до сих Пор Это Является Камнем Преткновения Как только Он Родился Через Несколько Дней Старец Симеон Мечтая В Библии Взял Его На руки На ступеньках Храма И Пророчески Произнес О нем Слова Это Будет Предмет Пререканий О нем Будут Спорить Все Вселенские Соборы Все Мировые Религии Схлестнут Свои Мечи И Это Будет Продолжаться Всю Дальнейшую Историю Он Будет Предметом Пререканий И В чем Сложность И Суть Вопроса Когда мы Читаем Послание Кремлинам С самых Первых Стихов Первой Главы Павел Пишет Следующее Что Он Родился От Семени Давидова По Плоти Он Сын Давидов Его Так И Называли А Сыном Божьим Открылся По Духу Через Воскресение Из Мертвых То есть Оказалось В одной И той же Личности Он Должен Был Открыться Людям Как Сын Божий Через Воскресение Из Мертвых Что То Должно Было Произойти Шокирующее Радикальное То Что Должно Было Выделить Его Над Всем Остальным Миром Над Всеми Великими Пророками И Подчеркнуть В нем Божественное Начало И Сколько Он При Жизни Не Пытался Об этом Говорить Что Он Сущий Что Он Был Прежде Авраама Это Никогда Не Воспринималось И Людей Тоже Можно Понять Поэтому Бог Предусмотрел В Одном И Том Ж Человеке В Сыне Человеческом Открыть Сына Божьего И Почему Это Важно Потому Что Люди Должны Уверовать Что Это Именно Если Этой Веры Нет То Неверующий Уже Осужден За Что Он Осужден За То Что Не Уверовал Единственного Сына Божьего Так В чем Его Проблема Этого Неверующего А в том Что Он Представляет Бога Лживым Неверующий Осужден Он Говорит Богу Ты Лжец И Потому Это Очень Важно Для Нашего Спасения Потому Что Верующий Уже Сегодня Перешел Из смерти В жизнь Потому Что Он Уверовал Единородного Сына Божия Имеющий Сына Божия Имеет Жизнь Вечную Не Имеющий Сына Божия Не Имеет Этой Жизнь Вот Так Радикально Да Вот Так Радикально И Потому Воскресение Христа Из Мертвых Должно Было Помочь И Посодействовать В В том Чтобы Люди По Другому Посмотрели На Него Его Аргументы При жизни Ссылки На Пророчества Помните Мы говорили О Давиде Который Пророчествовал Ты не Ты не Оставишь Души Моя В Аде И Не Дашь Святому Твоему Увидеть Ление Даже Эти Пророчества Людям Не Помогали Хотя Христос На Них Ссылался Хотя Христос Говорил Прямыми Текстами Много Раз Сыну Человеческому Надлежить Быть Преданным Убитым И В третий День Воскреснуть Но я вот Удивляюсь Стереотипам Людей Никто Этого Не воспринимал Даже Близко Его Окружение По идее Если бы Они Верили Пророкам Если бы Они Всерьез Воспринимали Слова Христа Они бы Ждали Этого Их бы Ничего Не удивляло Ни в его Смерти Ни в его Воскресении Это все равно Что я говорю Своей семье Я через Неделю Улетаю И их Не удивляет Что я улетаю И когда Меня спрашивают Когда ты вернешься Я отвечаю Вернусь Через пять дней И их тоже Не удивляет Когда я возвращаюсь Их удивляет Если я не улетаю Их удивляет Если я не возвращаюсь К назначенному сроку По идее Именно вокруг этого И строилась Вся эта Дискуссия Вот посмотрите Я сейчас открыл Двадцать четвертую главу Евангелия Луки Я прошу прощения Если не может Я здесь жарко Посмотрите Двадцать четвертую главу Евангелия Луки В первый день недели Очень рано Неся приготовленные ароматы Они пришли Ко гробу Вместе с ними Некоторые другие Но находят камень Отваленным от гроба И войдя Не нашли Тело Господа Иисуса Когда они Не доумевали Об этом Вдруг Предстали перед ним Два мужа В одеждах Блистающих Они были в страхе Наклонили лица Свои к земле И эти мужи Сказали им А что вы ищете Живого между мертвыми Его здесь нет Он воскрес Вспомните Как он говорил вам Когда был еще В Галилее Он же говорил вам Что сыну человеческому Надлежит Он же вам говорил Что так все Должно быть Надлежит Быть преданным В руки Человеков Грешников Быть распятым В третий день Воскреснуть И они вспомнили Слова его А действительно Говорил Вот я сегодня Думаю Вот сколько раз Дух Святой Сегодня нам Говорит определенные вещи Но наши стереотипы Вот эти рельсы Они нам мешают Воспринимать Вот этот Божественный взгляд Мне кажется Бог однажды Сказал Я же вам говорил Это же было В ваших писания Вы должны были Вот это всерьез Воспринимать Но почему-то В силу своих стереотипов Вы не были способными Вообще меня услышать Ни пророков Ни меня Вы не были способными Услышать Смотрите И они возвратились От гроба Речь идет о женщинах Которые несли Ароматы эти Возвратились от гроба И возвестили Все это Одиннадцати И всем прочим Это были Вот перечисляются Эти люди И показались им То есть Апостолам То есть Апостолам Вот в десятом стихе Написано Что они сказали Об этом апостолам Внимание Одиннадцатый стих Показались Апостолам Иерусалима Происшедшим И то Апостолам Дальше Разве не так Возвращают Что все И сказали О своей божественности Воскресенье Записали И им предстоит Воскресенье И потому Он явился Более Нежели Пятиста Братьев В одно время Это только то Что упоминается Мы не знаем Сколько не упоминается Из которых Большая часть До сих пор В живых А некоторые Уже почили А вот Деяние Первой главе Где Лука Начинает С самого первого стиха Вот так Скрупулезно Изучать Все эти события Смотрите Как он пишет В новом русском переводе В моей первой книге Дорогой Феофил Я описал Все что делал И чему учил Иисус Описал Всю его жизнь С самого начала До того дня Как он вознесся на небо После того Как через святого дух Он дал наставление Своим апостолам После своей смерти Христос Являлся апостолом И дал много Неоспоримых доказательств Того что он жив В продолжении Сорока дней Он являлся им И говорил о Царстве Божьем Итак мы выяснили Что в продолжении Сорока дней Почти полтора месяца Он проводил С учениками С широким кругом учеников И представлял им Много Неоспоримых Доказательств Того что он жив Деяния апостолов 10.39 Петр проповедует Перед еврейской Толпой Аудиторией Послушайте что он говорит Мы являемся свидетелями Всему тому что Иисус делал В Иудее и Верусалиме Его убили Пригвозив К деревянному кресту Но на третий день После смерти Бог Воскресил его Бог сделал так Что Иисус Явился Но не всем А только Тем свидетелям Которых сам избрал Раньше То есть нам Которые ели И пили с ним После того Как он Воскрес из мертвых Что особо Огорчало Раздражало Фарисеев Саддуке Вот эту Религиозную Элиту Которая Интерпретировала Закон Которая должна была Как-то реагировать На все эти Вот реплики Аргументы Все эти заявления Этих апостолов Что их больше всего Как бы раздражало Это то что Петр Привязывал К этому Бога Вот они всегда Понимали Что есть Бог Есть Отцы С этим все понятно Это монотеистическая Религия Бог один И вера одна А вот вы Вы по другой Сторону баррикады Со своими Иисусом Со своими странностями Какими-то Но когда Петр Говорил А кто же Его воскресил А что он сам воскрес Конечно же Бог воскресил Его Сейчас мы К этому придем Вот смотрите Яния апостола 13 главу Петр опять Разговаривает С большой аудиторией И говорит Жители Иерусалима И начальники Их Не узнав его И осудив его Исполнили Слова пророческие Читаемые Каждую субботу И не найдя в нем Никакой вины Достойной смерти Просили Пилата Убить его А когда исполнили Все написанное О нем То сняв с дерева Положили его Во гроб Это не тайна Как Павел Выразился Перед Агриппой Это же не в углу Происходило Я же вам ничего Нового Не сказал Все видели Как его убивали Как Пилат Его казнил Как отпустил Вараву Вы же все это видели Но Бог Продолжает Петр Воскресил его Из мертвых И он В продолжении Многих дней Являлся тем Которые вышли С ним С Галилеи В Иерусалим И которые Сегодня Свидетели его Перед народом Деяние Четвертая глава Пока они Говорили с народом К ним подошли Священники Вместе с начальником Храма И саддукеями Они были Очень раздражены Тем Что апостолы Учат народ И возвещают Воскресение Из мертвых Ссылаясь При этом На воскресение Иисуса Что их раздражало Что они Ссылались На воскресение Иисуса И говорили В целом Если Христос Воскрес И мы Воскреснем с ним Первенец Христос Потом Христов И в пришествии Его Деяния Апостола 4.33 Апостолы С великою Силою Свидетельствовали О воскресении Господа Иисуса Христа И великая благодать Была на всех Их Дальше Два или три Текста О Павле Когда он Уже Заключенный В Узы Под конвоем Сопровождается В Рим Для суда И по пути Он встречается С разными людьми И тоже Им благовествует И вот Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа То есть Потом Павел О чем О чем они спорят Фест О том-то Иисусе Умершем О котором Павел Утверждал Что он Жив То есть Даже Фест Малосведующий В этих всех Текстах И в Писаниях Сказал Суть спора В Иисусе Все сводится К Иисусу Они не спорили О том Умер он Или не умер Все знали Что умер А вот Что Павел Утверждает Это их Раздражало А Павел Утверждает Что Иисус Жив Еще два Текста Перед нашей Молитвой Мы Придем К молитве Петр Снова Я возвращаюсь К началу Книги Деяния Апостола Третьей главе Тринадцатом Стихом Петр Снова Разговаривает С религиозным Обществом С людьми Верующими И говорит Три Тринадцать Бог Авраама Исаака Иакова Бог отцов Наших Посмотрите Как он Уважительно Разговаривает Со своими Людьми Со своим Народом Все наше И Бог Наш И отцы Наши И Авраам Наш И Исаак Наш И Бог Наш И вера Наша Все наше Спору Нет Так вот Бог Авраама Исаака Иакова Бог отцов Наших Прославил Сына Своего Иисуса Которого Вы предали И от Которого Отреклись Перед Лицом Пилата Когда он Просил Освободить Его Но Вы От Святого И Праведного Отказались И просили Даровать Вам Человека Убийцу А Начальника Жизни Убили Так Так вот Бог Бог Воскресил Его Из Мертвых Чему Мы Свидетели Очень Похожий Текст 5.30 Деяния Апостолов Снова Петр Бог Отцов Наших Воскресил Иисуса Которого Вы Умертвили Повесим На дереве Его Возвысил Бог Десницею Своей То есть Рукою Своей Вначальника И Спасителя Чтобы Дать Израилю Покаяния И прощения Грехов Я хочу Еще раз Прочитать Вдумайтесь Как Богодухновенно Как Вот Понятно И чисто Объясняет Апостол Петр Всю Суть Вещей Бог Наших Отцов Воскресил Иисуса Которого Вы Умертвили Повесим На дереве То есть Он Делает Бога Напрямую Причастным К Воскресению К этому Иисусу Они Всегда Разделяли Они Видели Опасность Слияния Этого Иисуса С Отцами Когда Он Говорил Прежде чем Авраам Был Я Есть Ты Видел Авраама Ты Видел Авраама Он Говорит Да И Авраам Рад был Увидеть День Мой Христос Говорит И увидел И Возрадовался И все Они Брались За камни Они Этого Не Понимали Христос Говорит Все Пророки Предвозвестили Днеси Не так Христос Говорит Многие Цари И Пророки Желали Видеть То Что Вы Видите И Слышать То Что Вы Слышите И Не Слышали То есть Он Говорит Вы Знаете Ваших Пророков Текста Вырвать Невозможно Этих Слов Из Текста Не Выбросишь Вы Знаете Своих Пророков Так Вот Все Они Многие Из них Цари И Пророки Желали Видеть То Что Вы Видите Они Знали Об Этому Они Пророчествовали Об Этому И Петр Говорит Бог Наших Отцов Воскресил Иисуса Которого Вы Умертвили Повесив На дереве Его Возвысил И Спасителя Чтобы дать Израилю Покаяние И прощение Грехов И свидетели Ему В этом Мы И Дух Святой Не мудрено То есть Не сложно Понять Почему Была такая Реакция В обществе Почему Апостолов Гнали Били Убивали Всех По преданию За исключением Иоанна Которого Тоже пытали И выбросили На остров Патмос Умирать Неудивительно Неудивительно Потому что Они говорили Что И Бог И Иисус И мы И отцы Наши Это все одно И вот эта элита Духовная Которая не разобралась В этом всем Их это раздражало Они чувствовали Что они теряют Власть Они теряют контроль Над Обществом Над Над своей верой Они остаются В одиночестве Мне сложно Понять Даже сегодня Людей Которые пытаются Защищать Вот этот Классический Иудаизм Да Это религия Да Они стоят На Ветхом Завете Да Это все можно понять Но все это была Дорога Ко Христу Все это должно было Сойтись Ко Христу Закон был Детоводителем Ко Христу Все должно было Развязаться Во Христе И мы больше Не под руководством Детоводителя Мы теперь Ходим верою Во Христе Все исполнилось Предсказанное Богом Теперь Бог В Сыне Говорит Но Не все люди Так поняли Что сегодня Друзья Что сегодня Если Иисус Действительно Жив Если Иисус Действительно Жив Какие у нас Сегодня Шансы На встречу С Ним Насколько Они велики Насколько Это Ну Реальная Встреча Многие люди Думают Что Когда Иисус Жил Было Значительно Проще Уверовать В Него Я не согласен Я не согласен Потому что В Сыне Человеческом Нужно было Разглядеть Сына Божьего Я же это сказал Он однажды Спросил У людей Что вы думаете О Христе Чей он сын Все говорят Давидов Он говорит Правильно Сын Давидов Да Ну да А как же Давид По вдохновению Когда на него Сошел Дух Божий В одном Из своих Псалмов Называет Его не сыном А Богом Сказал Сказал Господь Господу Моему Сиди Одесную Меня Да Коль я положу Врагов Твоих В подножи Ног Твоих То есть Что Иисус Спросил Он спросил Так подождите Он кто Давиду Сын Или Бог Какие Между ними Отношения Знаете Что дальше Написано Написано После этого Никто Больше Не смел У него Ничего Спрашивать Потому что Действительно Он Родился От семени Давидова По плоти Действительно Все правда Все правильно Но он должен был Сыном Божьим Открыться В этой плоти И потому Не ради Чистолюбия Он спрашивал Учеников А за кого Вы меня Почитаете Ладно Люди Давайте начнем С людей За кого Меня люди Почитают Что там Говорят У вас Дома За столом Когда Вы без Меня Что хотя бы Вы между Собой Говорите Вообще Кто я Для вас И Они Начали Откровенничать Ну Версии Разные Кто-то Говорит Что ты Один из Пророков Воскрес Кто-то Говорит Что Иоанн Или Или Илья Хорошо А вы Что думаете И я Вот вижу Что Они Хором Не Сказали Ты Христос Сын Благословенного Как послушные Ученики В классе Молчат Почему-то Все Они Все Молчали За Исключением Петра Вот Обратите Внимание Побудьте В этой Компании Понаблюдайте Со стороны Он Говорит Хорошо Ладно Они А вы Вы Со Мною Столько Времени Вы Что Об Мне Думаете Давайте На Чистоту Я Вижу Они Глаза Опустили А Почему Да Потому Что Они Люди Да Потому Что Между Собой Они Тоже Перетирают Эту Тему Потому Что Сказать Что Ты Сын Благословенного Ты Сын Божий Это Не Просто Даже Для Учеников И Даже Когда Петр Глядя Прямо В упор Ему В глаза И Сказал Ты Сын Благословенного Ты Сын Божий Христос Ему Не Сказал Молодец Петр Садись Пять Он Ему Не Сказал Так Он Ему Сказал Счастливчик Везет Же Тебе Как Проще Выражаясь Блажен Ты Симон Потому Что Ты Даже Не Сам К Этому Дошел Это Отец Тебе Открыл А Не Плот И Кровь То есть Без Этого Откровения Без Этого Содействия Духа Святого Без Без Этой Искренности И честности Без Этой Открытости Даже К такой Информации Мы Все Упираемся В этот Камень Мы Все На него Упадем И он Нас Либо Раздавит Либо Мы Разобьемся Поэтому Блажен Человек Который Действительно Идет К Богу С открытым Сердцем И понимает Что Бог Пришел К нам В лице Сына Своего И я Иду И я Молюсь И я Прошу Господь Откройся Мне Именно Откройся Весь Ветхий Завет Изобилует Этим Термином Бог Открывался Людям Бог Открывается Сегодня Бог Открывается Это то Что я Советую Всем Людям Самый Вы можете Просто Помолиться В своей Душе И сказать Господь Если все Это Правда Откройся Мне Я хочу Тебя Знать Приди Ко Мне Откройся Мне Это то Что Как бы Меня Сильно Вдохновило Уже Больше 20 лет Назад Я просто Стал Встречать Людей Которым Бог Открывался Которые При разных Обстоятельствах Голос Его Слышали Начинает Мальчика Который Упал Где-то В яму В деревне У бабушки И И Начал Тонуть Потому что В полночь Вышел в туалет Это Это В огороде И И провалился В понт По-английски Это как Как его сказать Такая Яма с водой Как Выгребная яма Да И И как Он Взмолился Захлёбываясь И умирая Один Посреди ночи Заканчивая Людьми В наркотической Зависимости И И Чиновниками Видными Которые Мне Сознавались И Наемными Убийцами Которые Получили Заказ на убийство Человека Как К ним К ним Приходил Иисус И Знатным И Простым И Мужчинам И Женщинам И И В экстремальных Условиях И В достатке И В сытости К ним Приходил Иисус Один Человек Мне Рассказывал Что он Был Видным Чиновником Лично Мне Рассказывал Видным Был Чиновником Очень Любил Роскошь И Он Казах И Он Говорит Лег спать Мне Снится Сон И Я Вижу Кто-то Величественный Огромного Роста Славный Вокруг Которого Стоят Толпы Людей Массы Стоят И он Выбирает Себе Команду Так Смотрят Людей Говорит Ты 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 Он Говорит Я Весь Дрожу И Мечтаю Чтобы Меня Заметили Там Вытягиваюсь На цыпочки Чтобы Он Меня Выбрал И Он Меня Не Выбрал И Вдруг Он Говорит Я Прихожу В себя От Того Что Меня Жена Трясет В Кровати Я Ору Не Своим Голосом Весь В Слезах И Кричу На Всю Квартиру Он Меня Не Выбрал Он Меня Не Выбрал Она Говорит Кто Не Выбрал Куда Тебя Не Выбрали Он Плачет И Говорит Я Не Знаю Кто Он Но Я Хочу Ему Служить Послушайте Эти Слова Вот За 20 Лишним Лет Меня Это Так Цепляло Вообще Как Бог Находит Ключи К Каждому Человеческому Сердцу Мы Все Настолько Разные Это Надо Такие Ключи Найти К Сердцу Этого Мужчины И Он Говорит Он Меня Не Выбрал Чтобы Я Ему Служил Потом Проходили Дни Он Сидел И Думал Кто Он И Почему Я Хочу Ему Служить Впервые В жизни Такие Странные Мысли В моей Голове И Он Начал Читать Евангелие Лист Пришел К вере Одна Женщина Из И Говорит Он Был Добрый Человек Но Я Вообще Не Любила Родила Ему Двух Дочерей Он Жил Своей Жизни Ну Как Работа Бизнес Развивал А у Меня Своя Жизнь И Однажды Она Говорит Я Читала Дома Евангелие Нашла Евангелие На полке Почитала Несколько Часов Опять Несколько Часов Почитала И Что-то Начало Происходить Во мне Я Была Дома Я Никогда Не Работала И Увидела В окно Как Свекровь Моя Ведет Дочерей Из Детского Сада Домой Она Позвонила В дверь Завела Девочек В комнату И Уходит И Я Прощаюсь С ней И говорю Спасибо Мама Она Остановилась Оглянулась И Начала Плакать Она Говорит Ты Меня Назвала Мамой Она Говорит Я Только Тогда Поняла Что Я Назвала Ее Мамой Она Говорит Я Столько Раз Мечтала Чтобы Хотя Бо Один Раз Ты Меня Так Назвала Вот Объясните Это Воздействие Божьей Благодати На Человека На Ровном Месте В тот же День Она Говорит Что-то Во мне Начало Происходить Я Невольно Обнаружила То Что Я Одела Нарядное Платье Пытаюсь Понять Зачем Потом Догоняю Что Муж Придет С работы Я Накрыла Ему На Стол Чего Не Делала Он Всегда Сам Себе Что-то Готовил И Кушал Один Он Пришел Удивился Ты Куда-то Уходишь Она Говорит Нет Надо Осторожно С Таким Переменами И Он Говорит Нет Серьезно А стол Накрыт Для Кого Для Тебя Он Сел Ест Она Села Напротив Она Сама Пишет Об Это Говорит Смотрю На Его Руки И Думаю Какая Я Бессовестная Этот Человек Сколько Старается Для Меня Я Живо По Настоящему Ни Разу Не Поблагодарила Сегодня Эти Люди Верующие Просто Я Хочу Сказать Что Иисус По Настоящему Жив И Человек Который Открывает Своё Сердце Для Него Открывает Сердце Для Истины Для Святого Духа Шансы Навстречу С живым Богом Всегда Есть У всех Людей Без Исключения